председателем Гомельского областного отделения Союза писателей Беларуси, писателем и публицистом. Давайте послушаем. Бягучий литературный год на Гомельщине проходить под знаком Купалы и Колоса, их юбилеев, а так само под знаком 29-го дня Беларуская письменства, якое пройдя у Добруши у Вересни, под знаком 100-го дня Беларуская советская письменника Миколы Гамолки. Треба сказать, что вось гэтым падеям, значным падеям, были присвечены шматлики мероприемствы, творчая сустрэчы. Проведена Гомельским областным отделением наш, маими коллегами, письменниками, амальпаут тысячи творчых сустрэч чытачами. Вось приклад групповой сустрэчы, вельми цікавой сустрэчы, запаминальной сустрэчы, знаковой сустрэчы, 74-я школя, одной из буйных школ Гомеля, пройшла чудовная творчая сустрэча от прадеду Спакон Вякову. Гомельское областное отделение у шаснадцатый раз провело, организовало областный конкурс читальников «Захаваем свет разом». Так само присвеченностью 140-годзю Янка Купалы и Якуба Коласа. Пройшло четыре тури, у яких взяли удел звыж 1400 вучню агульноэдукаційных школ. А недавно у Гомелі пройшов четвертый тур, в який мы выбирали лепших читальников Гомельщины, якие отрымаюць путёвку на свята у день беларуска письменства у Добруши. Мне приемно назвать гэтых вучню и их наставников, якие працавали владальникам Гран-при, сярод читальников твору беларуских классиков Янка Купалы и Якуба Коласа, признанный вучень 9 класса державною остановы адукации Камунаровская средняя школа Будакашылевского района, Арсений Лысы, яго наставница Жгарова Валентина Миколаевна. Арсений вельми хорошая праникнёна змог данести до читача урывок с паэмы «Новая земля» Якуба Коласа. Асярод у дельников номинации присвечена дню беларуская письменства, перемогу отрымала Гран-при завоевала Саханова Юлия, вученица Матнявицкая ясли сад базовой школы Чачарского района, наставница Радькова Ганна Ивановна. Мы, як організаторы этого конкурса, який стал традиционным, безумовно узнагородзим наших лауреатов специальными дипломами, подарунками в очередь на святине беларуская письменства, где я еще раз прогучаю радки мастацких творов их любимых авторов.